Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю видео на конкурс Сталика, Франца Эгг и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Я хочу показать, что в лесу, в казане можно приготовить не только очень вкусную еду, которая будет радовать всех, но еще что-то очень романтичное. Обычно, когда мы видим казан, у нас сразу возникают образы плова, мяса и всего такого, после которого хочется просто отдохнуть, поваляться в гамаке. Сегодня я покажу очень романтичный и вкусный сладкий рецепт. Когда мы его готовим, у нас сразу поднимается настроение, наши любимые начинают улыбаться, расцветают и сразу появляется на небе солнышко. Сегодня я буду готовить вот такой синий инжир в красном вине. У меня очень вкусное сухое красное вино. Это урожай прошлого года. Это мое вино, я его сам сделал. Как оно классно пахнет. У меня хороший, спелый синий инжирчик, веточки розмарина и веточки свежего тимляна. Из розмарина мне нужны не листики, а сами веточки, потому что они будут у меня выступать в роли шпажек. Я вот так листики с них снимаю. Листики у меня будут использоваться в хорошем, вкусном мясном блюде, например, с барашком. А саму веточку я заостряю. Пока я приготовлюсь, у меня уже очаг разгорается. Сейчас я уже буду ставить казан. И рецепт очень быстрый и вкусный. И вот так аккуратненько нанизываю на нее сразу два инжира, или две фиги. Фиговое дерево и плоды фигового дерева, они, конечно же, очень романтичные. Еще Адам и Ева кушали эти плоды и были на седьмом небе от счастья. Синий инжир в красном вине. Рецепт очень простой, но очень-очень вкусный. Я выливаю сюда красное вино. А теперь несколько веточек свежего, ароматного тимьяна. Как же ароматно пахнет, как же вкусно. Вот так. Инжир полностью покрылся вином. Тимьянчик здесь есть. Сейчас закипает вино. Я делаю самый-самый маленький огонь в очаге, чтобы вино еле-еле вот так дышало. Если бы вы слышали, как вкусно пахнет красное вино. Такой аромат горячего спирта уже. Именно винный спирт, так классно все вкусно. И инжирчик, чтобы все это сохранилось вот здесь. Я накрываю все крышечкой, а сверху еще вот такой крышкой. Но это еще не конец. Впереди много интересных сюрпризов, чтобы инжир получился очень вкусным. И это было по-настоящему романтическое блюдо. Вот это аромат. Прошло уже 35 минут. И теперь я добавляю сюда несколько столовых ложечек хорошего вкусного меда. Я готовлю это потрясающее ароматичное блюдо в казане на природе. Очень вкусное. Это блюдо нравится абсолютно всем. Оно полностью поменяет ваше представление о том, что можно приготовить в казане. Друзья, я готовлю этот шедевр на конкурс Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Поддержите мое видео своими лайками, своими комментариями. Прошло 50 минут. Я достаю веточки тимьяна, убрал крышечки и теперь я увариваю вино, чтобы из него получился хороший, очень вкусный, густой соус. Я добавил немного огня в очаге. Теперь все это начинает закипать. Вкус уже потрясающий. Я уже попробовал пару ложечек очень вкусно, невозможно оторваться. Ай, класс! Цвет такой, глубоко рубиновый цвет. Из-за того, что уже здесь в соусе есть много сладости, сам соус будет быстро карамелизироваться, поэтому нужно все время уделять ему внимание, не отходить ни на секундочку, чтобы все это хорошенечко уваривалось и не пригорало. О, еще веточки нашлись. Инжир стал хорошо тяжеленьким. Еще совсем чуть-чуть и соус будет готов. Сегодня я превзошел сам себя. Благодаря именно Сталику, Францу Эгг и Сергею Майорову я сделал вот такое обалденное, вкусное, романтическое блюдо в казане. Обычно я готовлю его в простой посуде, в сковороде, но в казане это получилось вообще великолепно. И, конечно же, это романтическое блюдо всегда нужно подавать с романтическим напитком. У меня настоящее шампанское произведено по бутылочному методу. Класс! И, естественно, романтическое блюдо должно быть для самой романтической девушки. Танюшенька, я для тебя приготовил очень вкусную вещь. Иди, пожалуйста, к мне. соус уже остыл, он стал очень густым, настоящей карамелькой. И теперь я вот так красиво намазываю немного соуса на саму фигу. Именно благодаря Сталику, Францу Эк и Сергею Майорову у меня получилось в казане намного вкуснее мое любимое блюдо, мой сладкий шедевр, романтический рецепт, инжир в красном вине с тимьяном и розмарином. Друзья, если вам понравилось мое видео, поддержите меня в конкурсе своими лайками у меня на канале и на канале Сталика. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Пишите комментарии, как вы оцениваете мой рецепт, и помните, кухня это самое спокойное место.